Здравствуйте, меня зовут Ева Лекцер, я рада всех приветствовать на своем канале. В текущем видео хочу выполнить расклад по просьбе одной из моих подписчиц. И расклад она попросила сделать о детях-подростках, а именно о переходном периоде. И понять, что же это. Это характер, это влияние окружения, либо в целом неправильная линия поведения матери. То есть, что происходит с подростком на данный момент, то бишь с вашим ребенком, и каким образом, возможно, улучшить, либо гармонизировать ваши взаимоотношения. Работать мы сегодня будем с таро книгой книги Барбары Мор. Всего я выложу 8 позиций. Хочу напомнить, что расклад общий, он не является индивидуальным, поэтому за индивидуальными консультациями вы можете обратиться ко мне по контактам, которые вы найдете, скажем так, под этим видео. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, проговаривайте ваши имена, ваше имя, имя вашего ребенка. Давайте картам запрос, а именно, что происходит с вашим ребенком на данный момент, какое у него внутреннее состояние, и каким образом вы можете на это состояние повлиять. То есть, каким образом вы можете гармонизировать и улучшить ваши с ним взаимоотношения. Итак, начинаю выкладывать позиции. Первый вариант. Что происходит, как можно улучшить? Что происходит, как можно улучшить? Сейчас немножко поправлю камеру, чтобы все-таки вам было хорошо видно, да? Шла, скажем так, оцентровка правильная. Так, что происходит, как можно улучшить? Что происходит, как можно улучшить? Что происходит, как можно улучшить? И последний, восьмой вариант. Что происходит с вашим чадом? И как можно улучшить взаимоотношения с ним? Выложила все 8 позиций, настраивайтесь, пожалуйста, на расклад Выбирайте ту ступку карт, которая на вас смотрит, либо которая привлекла ваше внимание Итак, начинаем с первого варианта Что же происходит на данный момент с вашим ребенком? Здесь падает двойка мечей На самом деле, ваш ребенок на данный момент от вас закрыт Он пытается уравновесить свое эмоциональное сознание Пытается найти какой-то баланс, какой-то равновесие Потому что здесь, видите, изображены эльфы Но по сути, в нем сейчас борется черное-белое То есть он пытается выйти на новый уровень осознания Понять, чего он хочет от жизни, куда ему стремиться Какое круг общения ему выбрать И в целом, какую линию поведения выбрать с вами Поэтому не спешите ломиться сквозь эти стены Нарушать его личное пространство, какой-то эмоциональный покой Да, безусловно, присматривайте со своим ребенком Чтобы не наделал глупости, ни во что не вляпался Держите руку на пульсе, но тем не менее Не нарушайте личные границы Каким образом вам можно гармонизировать с ним взаимоотношения? Здесь падает колесо фортуны Как показывает Аркан всему своего времени Видите? Бег жизни по кругу Всему свое время не спешите Все само собой урегулируется Встанет на свои места, тем более Аркан крайне позитивен Когда пройдет какой-то период, немножко подрастет То есть полгода, год Когда у него произойдет переоценка ценностей Переоценка внутреннего сознания Сопоставление, знаете, как поиск своего я Реализация своего эго Вот тогда все встанет на свои места Ваша задача как матери на данный момент его поддерживать И направлять, но не пытаться противодействовать Противоборствовать ему в чем-либо Но безусловно это не касается Как это, скажем, да Употребления наркотиков Либо каких-то еще вредных факторов То есть направляйте, поддерживайте Но не ограничивайте Постарайтесь быть ему другом Так, по второй позиции Что происходит с вашим чадом на данный момент? Здесь падает Паш Пентакли Ну Паш Пентакли, что могу сказать? Либо ваше чадо залипло в интернете Компьютерные игры и так далее Либо это в целом какая-то переписка Залипает в соцсетях Это могут быть мессенджеры, телефоны и так далее Посредством общения Но Паш Пентакли Это еще карта обучения То есть здесь ему можно наоборот Его, скажем так Все знания, все его внимание направить на обучение Обучение здесь может хромать Потому что по Паш Пентакли идет нехватка опыта И ему необходимо совершенствоваться Ходить на какие-то курсы, тренинги Повышение квалификации Либо развивать свое хобби До уровня какого-то мастерства Не знаю, получения мастера спорта и прочее То есть а не проводить свое время бесцельно Ну вот я вижу здесь основная проблема Это то, что человек либо зависим от компьютерных игр То есть ваш ребенок Либо от соцсетей Какого-то социального общения То есть он практически все время замкнут Не выходит в люди Не может коммуницировать вовне Что вы можете сделать в данной ситуации? Ну по четверке Пентакли Четверка Пентакли это карта стабильности И здесь, знаете, вот выбор варенья Выбор собственного рецепта счастья То есть попытаться его увлечь Либо подобрать тот продукт Либо ту сферу деятельности Которая будет ему по вкусу То есть то, что его заинтересует Отдохнет какой-то новый вкус жизни Потому что четверка Пентакли это дать ему Какую-то новую стабильность Ощущение я Вкуса и чувства жизни Но не знаю, если он увлекается у вас Компьютерными играми Социальным общением Отправьте его в какой-то IT колледж Дабы повышать вот эти вот свои навыки Не просто бездумно сидеть И просиживать дни и ночи напролет А пусть он на этом зарабатывает деньги Потому что обе карты Карты материального То есть пусть проводит время с пользой И зарабатывает уже сейчас Делает какую-то финансовую стабильность И даже возможно финансово помогает вам То есть ваша задача показать его Что это можно монетизировать И не просто проводить время в пусту А еще получать от этого доход Так, для тех, кто выбрал третий вариант Что происходит с вашим ребенком на данный момент? Императрица Ну скажу честно Здесь ребенок очень сильно зависим от вас Видите, ситуация на лицо Я не могу сказать маменькин сынок Не обижайтесь Но вы здесь слишком его опекаетесь Слишком держите под своим крылом Вы не даете ему свободы Вы не даете ему реализации Как следствие это его гнетет Это ему не дает выхода Самореализации Не дает ему эмоционального выхода Потому что вы его держите в тисках Своей лаской, любовью Но тем не менее в тисках Почему? Потому что здесь видите Любящая мама даже заклеивает ранки Да? То есть мама как лекарство от всех бед Безусловно это прекрасно Но тем не менее Особенно если это касается мальчика Здесь изображен именно сын Да? Мужчина должен быть мужчиной Поэтому как бы вам не было там учительно больно Старайтесь давать ему больше свободы Больше свободы в целом выбора Реализации собственных действий И тогда он перестанет быть настолько привязан к вам Сейчас он слишком зависим от вашего внимания От вашего веяния От ваших решений Что вам нужно сделать для того Чтобы гармонизировать Да? Вот эту ситуацию Пятерка Пентакой Отойти в сторону Вам это будет тяжело Почему? Потому что пятерка Пентакой Видите все замерзло То есть вы как бы замораживаете ситуацию Но при этом видите Как любящая мама Присматриваете То есть чтобы он там не отворил делов Но тем не менее Знаете, вам тяжело и больно Но вы отходите в сторону Потому что вы понимаете Что это необходимо для его собственного развития Зима Ситуация замерзла То есть вы не вмешиваетесь Вы вся в синем Вы подходите к этому процессу С позиции аналитики Вашего умственного Знаете, как вот Размышления То есть вы даете ему возможность Жить своей жизнью Выбирать свой жизненный путь Да, вы как мудрая мать За ним присматриваете Но тем не менее Уже знаете, как потихонечку Отпускаете от себя Даже если он там выбрал девочку Которая вам не нравится Ну, пусть я не говорю Что там она совсем плохой семьи Да, но тем не менее Которая вам не нравится в чем-либо Либо ваша дочь выбрала не того парня Все равно Присмотритесь Держите руку на пульсе Но давайте ей свободу Доверяйте своему ребенку Так Для тех, кто выбрал четвертую позицию Что происходит на данный момент Шестерка Пентакли Шестерка Пентакли Здесь непосредственно Либо вы требуете Слишком многого от ребенка Потому что шестерка Пентакли Это карта помощи То есть, например Чтобы помогал вам по дому По хозяйству В заработке денег В вашем семейном бизнесе Либо в чем-то еще Либо ребенок нуждается В вашей помощи Возможно и финансовой Может в целом Знаете, как материнской помощи Поддержки Понимания Осознания каких-либо Мотивов и поступков Но вы либо На данный момент Не готовы идти на контакт Либо в целом Не знаете, как это поступить И нужно ли Что-то для этого делать Ну, например Вот здесь вот Ребенок у вас четко Может просить денег На какую-то реализацию Своего проекта То есть, мам Дай мне денег Я хочу сделать стартап Не знаю, там, инстаграм Либо еще в каком-то проекте А вы сомневаетесь А стоит ли это делать Стоит ли его поддерживать Знаете, как Стоит ли в него верить И насколько это будет оправдано Либо вы Боитесь дать ему денег На какое-то дорогостоящее обучение Потому что Можете считать Что оно будет неоправданным Ну, например На обучение Какого-то квалифицированного Там, тату-мастера Потому что Вы считаете Что это безрассудство Деньги впустую Ребенок у вас просит На данный момент Помощи Чтобы вы оказали ему Какую-то материальную поддержку Дали какой-то стартап Шаг в новую жизнь Что вам необходимо Сделать для гармонизации Здесь падает Королева мечей Королева мечей Это человек Который находит Решение о данной ситуации При помощи Связей Советов Окружения Потому что Королева мечей Это женщина Которая решает Все, знаете Как посредством связи Звонков В контактах И так далее То есть Если вы не можете Оказать ему Финансовую поддержку Помогите ему связями Помогите ему Контактами Либо тем типом людей Который поможет Этим ему развиться И королева мечей Всегда действует С позиции Своего профессионализма Покажите ему Свой профессионализм Свою квалификацию Поддержите его В текущем вопросе Для него Очень важно Учиться на вашем опыте Смотреть Чего вы достигли Не обвинять его В том Если у него Что-то не получается А наоборот Ок Да Ты попал в просак Ты оказался в ситуации Бедности Либо ты прогорел На чем-либо Мы выйдем из этой ситуации Вместе Я тебе покажу Как И я тебе помогу Для тех Кто выбрал Пятый вариант Давайте смотреть Что у нас здесь Что происходит На данный момент Десятка Пентакли Ну на самом деле Это карта семьи Это карта Семейных ценностей Это жизнь Полная чаша Это ситуация Изобилия В целом могу сказать Что здесь Все хорошо Единственное О чем Здесь может Дойти Знаете Какое-нибудь Преткновение Это зависимость Ребенка От семейных ценностей Либо от семейных Устоев То есть Например Когда Отец и мать Могут навязывать Точку зрения Куда пойти Учиться С кем общаться С кем не общаться С кем связывать Себя узами Брака И так далее То есть Здесь Именно семья Давлеет От ребенка Вот это Основной Камень Преткновения Потому что Семья Большая Семья Любимая Все горячо Уважаемые И по десятке Пентакли Мнение Старшего Поколения Очень ценится Но вот Понимаете Здесь у ребенка Стоит ситуация Выбора То есть Наступить на горло Семейным ценностям И развиваться Добиваться Чего-то Самостоятельно Либо Идти на поводу Ужелания Своих родственников И соответственно Задавить Какие-то В себе Начинания Что вам Необходимо Сделать Для Реализации Скажем так Гармонизации Отношений С ребенком Вот здесь Изображен Ну как можно Книга Или дневник И так далее Вы знаете Вот здесь Фею Вырывают Листы Карта Шпионажа Да Громно говоря Проникнуть В чужой Лагерь Изучить Всю Подноготную Вот здесь Я сейчас скажу Может неправильно Не совсем корректно Но тем не менее Вот если Ваш ребенок К чему-то Тяготеет Постарайтесь Прощупать Почву Что лежит В основе Этого Ну то есть Например Если он хочет Поступить В какой-то Конкретный Вуз Либо конкретно С кем-то Общаться Либо во что-то Вложиться Прощупайте Почву Это знаете Какая-то Скрытость Слышка В соцсетях Либо Прочтенный Найденный Дневник Либо Какая-то Переписка Письма И так далее Да Безусловно Для вас Там может Чем-то Неблагоприятным Аукнуться Именно Подрывом Доверия Со своим Ребенком Но то знаете Как я называю Трайно держать Руку на пульсе Чтобы понять Ему мотивы Что он движет И стоит ли Его в этом Вопросе Поддерживать Давайте все-таки Посмотрим Каковы для вас Будут последствия Если вы все-таки Поступите Именно так Как говорят Карты К чему это Приведет Так Четверка Жезлов А вот это Как раз Приведет К стабильности Потому что Видите Это праздник Хэллоуина Праздник Сбора урожая Да Всплывут Какие-то Для вас Скелеты Шкафу Крайне Неожиданные Возможно Неприятные Но это Знаете Как из серии Что ваш Ребенок Попробовал Травку Либо Что ваш Ребенок Нетрадиционная Сексуальная Ориентация Либо еще Какие-то Могут шокировать Но Зная Мотивы Понимания Скажем так Модели Поведения Вашего Ребенка Вы сможете Создать Прочные Семейные Узы Почему Потому что Четверка Жезлов Это Карта Стабильности Это Карта Взаимопонимания И вот здесь Помощь и Поддержка Потому что Здесь Ребенок Помогает Сознательно Не потому что Его заставили Это то Что Делается Обоюдно Это то Что делается Знаете Как Совместными Усилиями И желаниями Единственное Что Вот по этому Моменту Могу Сказать Да Однозначно Не Прогоритесь С этой Ситуацией Иначе Доверие Будет Подорвано Окончательно Либо Если Вы узнаете Какую-то Информацию Не Оглашайте До тех Пор Пока Ваш Ребенок Сам Не Озвучит Для Тех Кто Выбрал Шестой Вариант Так Что Происходит С Вашим Чадом Маг Ну Здесь Либо Ребенок Пытается Знаете Как Взять Контроль Над Своей Жизнью Управлять Семь Вся Быть Крайне Независимым Потому Что Либо Он Чувствует Какую-то Опору Под Ногами Либо Видит В чем Себя Нужно Развивать Необходимо Развивать Либо У него Есть Какая-то Поддержка Возможно Не В вашем Лице Возможно В Лице Его Окружение Либо Помогу Здесь Может На него Ити Влияние Старших Товарищей Либо В целом Какого-то Человека Который Старше Его Имеет Уже Какой-то Опыт Мудрый За плечами И может Им Манипулировать Может Быть И такой Аспект Но Давайте Посмотрим Что Вам Делать В этой Ситуации Королева Жезлов По Королеве Жезлов Это Знаете Как Либо Жечь До Смотрят То есть Вы Побелеваете Огнем Вы Управляете И контролируете Ситуацию То есть Отсечь Ненужных Людей Которые Манипулируют Друзей Каких-то Ненадежных Знаете Как я Говорю Алкашей Наркоманов Либо В целом Которые Каким-то Образом Могут Промывать Мозги Вашему Ребенку Вовлечь В какую-то Секту Поступите С точки Зрения Уровня Вашего Профессионализма Своего Чада То есть Если Вашего Ребенка Где-то Не понимают В коллективе Либо Еще По каким-то Моментам Возникает Конкретная Ситуация Либо Его Оговаривают Всегда Принимайте Сторону Своего Ребенка При Любых Обстоятельствах То есть Не верьте Каким-то Слухам Светиям И так Далее Давайте Посмотрим Чем Все-таки Для вас Ситуация Обернутся Если Вы Будете Вести Себе Десятка Мечей Будет Окончание Какого-то Сложного Периода Да Это Знаете Вы Как Возрождение Вы Поможете Своему Ребенку Знаете Как Стать Птицей Феникса Возродиться Из Какой-то Ситуации Например Если У него Была Зависимость То Зависимость Преодолеть Если У него Была Какая-то Кривета Либо В целом Порочили Его Имя Это Знаете Как Возродиться Отстоять Свои Интересы Свою Позицию То Здесь Ваша Задача Четко Огордиться Ребенка Каких-то Ну Скажем Так Деструктивных Внешних Факторов Так Для тех Кто Выбрал Седьмой Вариант Что Происходит С вашим Ребенком На данный Момент Здесь Падает У нас Верховная Жрица Что По этой Карте Может Проходить Здесь Либо Какое-то Интуитивное Чувствование Ситуации Либо В целом Самокопание В себе Либо Уход В себя С целью Осознания Мотива Своего Поведения Взглядов На жизнь И прочее Либо Вплоть Ваши Чадо Может Знаете Как У него Могут Проявиться Навыки Ясновидения Яснослышания Либо В целом Каких-то Как связи С потусторонним Миром Он Может С вашей Точки Зрения Вести Себя Неадекватно Потому Что Жрица Поймите Здесь Не идет Речь О затуманивании Рассудка С позиции Алкоголя Либо чего-то Еще Нет Это то Что идет Интуитивно Идет Свыше Максимум Ну Как бы Знаете Здесь Может Магическое Воздействие Но Здесь Все-таки Я повторюсь Прослеживается Больше Иное Возможно У вашего Ребенка Открылся Знаете Как Третий Глаз Открылись Какие-то Навыки Которые В нем Дремали А вы Можете Крутить Пальцем У виска Говорить Тебе что-то Чудится Бредится И так далее Либо в целом Не доверять В каких-то Аспектах Что является Неправильным По этой карте Ребенок Пытается Увидеть У вас Своё отражение Свою вторую Половину Но каким-то Образом Либо не может Достучаться Либо не может Найти контакта С вами А ему Крайне важна И нужна Ваша поддержка Что вам Делать В текущей Ситуации Семерка Кубков Вот Семерка Кубков Именно Сочетание Сожрицей Могут Говорить О затуманивании Рассудка То есть Ребенок Может Например Посочетание Этих карт Например Принимать Какие-то Наркотические Вещества Апотеку Спайсов Не знаю Потому что Семерка Кубков Это в целом Карта Растаманов Курить Какие-то Препараты И так далее И вот По семерке Кубков Ваша Задача Поднять Что является Источником Вот этого Затуманенного Рассудка Вот этого Потока Мыслей Вот этого Знаете Трудного Выбора Что выбрать Куда податься С чем заняться Помочь ему Определиться С выбором Какого-то Значимого Решения В его жизни Давайте Посмотрим Чего же Это касается Как себя вести Сила Ну вот Смотрите Здесь Если у ребенка Шел вопрос Как применить Свои силы Если у него Они есть Я имею в виду Сейчас Касательно Его Каких-то Магических Либо Оккультных Способностей Найти ему Наставника И это Развивать Если Это Шел Вопрос В том Как Прислушаться К себе И куда Податься То По силе Это Больше всего Идет Спорт То есть Реализовать Себе Спорт И дать И дать Возможность Этого Старта И в целом Что такое Сила Это Мягкое Направление Мягкое Руководство Ни в коем Случа Не диктаторское Не конфликтное Абсолютно Нет Вот Такая Вышла У нас Седьмая Позиция Так И теперь Восьмой Вариант Что Происходит С вашим Ребенком На данный Момент Здесь У нас Падает Семерка Жезлов Ну Здесь Знаете Как Ситуация Каких-то Скрытых Мотивов Которые Живут В вашем Ребенке Это Попытка Отставить Свою Точку Зрения Свои Какие-то Интересы Потому что Здесь Изображена Саламандра То есть Это Мудрость Непосредственно Которая Живет В вашем Ребенке Которая Им Движит Он Пытается Либо Реализовать Свой Проект Либо В целом Какие-то Свои Идеи Но Возможно Они находят У вас Поддержки И взаимопонимания И Вот здесь Ребенок Четко Настаивает На своем Но Почему-то Не видит В вас Какой-то Отдачи И Как следствие Вот это Вы знаете Мудрость Она Глушится В нем Самом То есть Циклично На нем Идет И Не имеет Выхода Что вам Нужно Делать В такой Ситуации Восьмерка Жезлов Дать ему Старт Дать ему Развиться Помочь ему Потому что Восьмерка Жезлов Это в целом Карта Быстрого Развития Это Профессиональный Рост Это Карта И переезда И смены Места Жительства И в целом Профессионализма То есть Зажгите В нем Эту Искру Верьте В свое Дитя И тогда Вы Получите Скажем Так Видите Как полный Кубок Кубок Жизни Знаете Вот это Краски Жизни Которые Будете Получать И вы И ваш Любимый Человечек Вот Такой У нас вышел расклад Отписывайтесь Пожалуйста В комментариях Как он У нас Проигрывается Или не Проигрывается Я буду Вам Признательна За обратную Связь С вами была Ева Лехцер И до новых Встреч